Сегодня мы с вами поговорим об удивительных свойствах резинового шарика, которые также иногда называют суперболом. У этого шарика хорошая пригучесть, он теряет мало энергии на каждом отскоке. Но, между прочим, теннисный шарик тоже обладает этим же свойством, и похоже, что он теряет даже меньше энергии. А особые свойства резинового шарика проявляются тогда, как мы запускаем его с подкруткой. Я сначала опущу теннисный шарик, я его закручу в направлении, в противоположном броску, вот так. И шарик отскакивает назад, ну и прыгает дальше в противоположную сторону по отношению к исходному броску. А теперь я запущу резиновый шарик и посмотрим, что при этом получится. И мы видели, что он сделал прыжок, вот я его пустил в эту сторону, прыжок назад, а потом прыжок снова в первоначальную сторону. Давайте повторим это еще раз. И у нас снова получилось то же самое. Ну и спрашивается, а в чем принципиальное отличие резинового шарика? Может быть дело в том, что у него гораздо больший коэффициент трения о стол, чем у пластмассового? Давайте попробуем с этим разобраться. Начнем с того, что рассмотрим отскок теннисного шарика. И здесь важно выбрать правильную модель. Деформации шарика при таком отскоке невелики. И мы можем считать его в нулевом приближении недеформируемым телом. А удар мгновенным. Но на самом деле такого допущения, конечно, недостаточно. Потому что... Давайте я шарик заменю вот этим его изображением, чтобы оно было крупнее. Удар хоть и длится совсем небольшое время, Но это время все-таки конечное. И в момент удара шарик немного деформируется. И за счет этой деформации возникают упругие силы, которые меняют его вертикальную скорость на противоположную. А также в момент удара, да тем более, когда шарик вращается, в нижней точке возникает горизонтально направленная сила трения. И эта сила трения меняет горизонтальную скорость шарика, а также меняет угловую скорость его вращения. И давайте посмотрим на то, как это происходит в модели, построенной в программе «Живая физика». Запустим шарик под углом к поверхности стола без закрутки. После отскока он закрутился по часовой стрелке под действием силы трения. Теперь сделаем второй запуск с сильной обратной закруткой. За счет силы трения шарик отлетает назад и при этом сохраняет свою обратную закрутку, хотя вращается медленнее. Попробуем теперь подобрать закрутку так, чтобы шарик отскочил вертикально вверх. И смотрите, в этом случае шарик после отскока не вращается вовсе. Теперь поймем, почему теннисный шарик не может удариться от стол, отскочить назад, а при следующем ударе снова отскочить назад в направлении первоначального броска. В самом деле, чтобы сделать первый отскок назад, шарик должен иметь закрутку против часовой стрелки. Эта закрутка сохранится и после отскока, хотя он и будет вращаться медленнее. Но для следующего отскока назад ему нужно вращаться не против, а по часовой стрелке. А при вращении против часовой стрелки шарик и после отскока полетит не вправо, а влево. И таким образом пластмассовый шарик никогда не сделает тех характерных движений, которые мы наблюдаем у резинового шарика. А это значит, что для резинового шарика надо выбирать другую модель. Дело в том, что теперь мы уже совсем не можем считать резиновый шарик жестким телом. Когда он летит под углом к столу, да еще и вращается и соприкасается за столом, его нижняя точка немедленно зацепляется за стол и останавливается, хотя весь остальной шарик еще продолжает вращаться. И в этом смысле резина взводится как пружина, накапливает энергию, а потом выстреливает назад, так что шарик может не только двигаться в противоположном направлении, но еще и вращаться в противоположную сторону. Мы, конечно, дошли только до качественной модели явления, но именно она и позволяет написать дальнейшие формулы, если это будет нужно, потому что мы знаем основную физику. Ну а теперь я хочу показать вам еще один опыт. Для него здесь установлены две вертикальных доски и я сначала между ними кину шарик от пинг-понга. Он остается там внутри, ничего особо интересного не происходит. А теперь давайте сделаем то же самое с резиновым шариком. И он выскакивает назад, еще один резиновый шарик. И он точно так же вылетает. Кинул не очень сильно, он не вылетел. Снова сильный бросок и шарик вылетел назад. Ну а теперь давайте посмотрим на это явление еще раз в замедленной съемке. И вот после третьего отскока шарик вылетает в направлении почти противоположном первоначальному. Ну и в нашем заключительном вопросе мы попросим вас объяснить, что же здесь все-таки происходит. Ваши соображения на этот счет пишите в комментарии к этому ролику на ютубе. Субтитры создавал DimaTorzok